Добрый день, добрые люди! Это разбор шестого выпуска Бурды за 2023 год и это уже настоящий летний выпуск журнала. Сейчас с вами и посмотрим, что там внутри. Я еще ничего толком не рассматривала, только сделала вот такие закладочки, чтобы нам с вами не листать рекламу. Буду по ходу дела рассматривать модели вместе с вами. На обложке здесь написано, что есть купальник на любой возраст. Трендовый цвет это цвет от гранатового до розового, что волшебный материал это материал с пайетками и материал с вышивкой. И что есть два мастер-класса по пошиву футболки с узлом и джамп сьют. Я забыла как по-русски. И по пошиву комбинезона. Так, и что же у нас здесь внутри? И первая коллекция нас сразу окунает в летний отпуск с большим количеством солнца, с большим количеством хорошего настроения. Первой моделью этой приятной подборки является юбка по фигуре с оборкой по низу. Здесь есть приточной пояс, молния в боковом шве и подрезные бачки, куда спрятались выточки. Карманов нет, но в юбке по фигуре в принципе не очень удобно пользоваться карманами, поэтому они тут особо и не нужны. Относительно похожих моделей с подиума, если найду после записи видео, я вставлю картинки. Но в целом это актуальная модель. Насколько я могу судить, оборки занимают очень много места на подиуме и длина мини тоже актуальна. Дальше идет жакет из букле в гусиную лапку, жакет прямого кроя, здесь есть нагрудные выточки, слегка спущенное плечо, застежка на кнопках и рука снизу на резинке. Довольно простая модель. Слушайте, у меня есть подозрение, что вся отпускная коллекция имеет несложный пошив. Это вот когда нужно срочно сесть, нашить себе одежду и поехать в отпуск. Берешь журнал, вот в данном случае этот выпуск, здесь все модели простые, в пошиве быстро нашила себе вещей и поехала в отпуск довольная. Но вернемся к жакету. Такие укороченные жакеты, как мы все уже знаем, актуальны сейчас и популярны, поэтому насчет этого сомневаться не приходится. А следующая модель это блуза в стиле Кармен из Сирсакера. Крой здесь очень простой, если это не два шва, то максимум четыре. И по этой выкройке можно сшить и платье, предположительно ярусное, прям вот так же с резинкой в кулиске по талии, как на блузе. Получится такое воздушное, летящее платье в стиле Кармен. О, следующее платье мне очень нравится. Я недавно, скажу честно, вот прям такое платье и искала, потому что мне понравилось одно платье с подиума, там оно на одно плечо, а я искала именно, чтобы было симметрично. И вот Бурда угадала мои мысли, похоже, еще несколько месяцев назад, когда готовили они вот этот выпуск. В пошиве это платье также несложное. Здесь платье сшито из Лиоцелла. Можно сшить вообще из любой платиной ткани, также из трикотажа. Единственное, что нужно будет учитывать, что трикотаж тянется и нужно будет проклеить бретели и верх платья, чтобы ничего никуда не растянулось, потому что валан имеет вес и это может вытянуть трикотаж. Платье почти прямого кроя, оно слегка расширяется к низу по талии кулиска и в кулиску продет шнурок. Низ платья можно, кстати, тоже обработать так же, как и обработан срез валана, чтобы подчеркнуть и усилить вот эту вот всю кудрявость. Роликовый шов мы с вами когда-то уже обсуждали и вместе выполняли на верлоке, если кто помнит. Следующая модель. Как мне нравится эта коллекция, честное слово. Это юбка на запах из муслина. За что люблю бурду, так это за то, что даже самые простые модели часто имеют не просто прямые линии. И вот эта юбка тому пример расширяется. Она расширяется к низу, то есть сверху она меньшего объема, чем снизу, чтобы не так сильно подчеркивать объем бедер. Ну и держат всю эту конструкцию вот эти завязки по поясу. Очень уж эти разрезы притягивают взгляды и ходить летом приятно с такими разрезами, не сильно жарко. Ну и вот такой фигурный край сейчас актуален, как у вот этой юбки волнами. Дальше идет платье, в котором можно и блеснуть в отпуске, не только же ходить в пляжной одежде. Это платье из материала с пайетками, простого, не сложного кроя. Здесь цельнокройный рукав. Я бы даже сказала не рукав, а просто спущенное плечо. Прямой крой в боковых швах кармана и есть нагрудные выточки. Для сложных материалов, я имею ввиду сложные принты, ну и пайетки, как раз и нужен вот такой простой крой с минимум швов, чтобы не резать всю конструкцию узора. Ну а в данном случае не резать эти самые пайетки. Такое платье можно сшить абсолютно из любой ткани и из трикотажа, в том числе. Слом из того, в чем может быть удобно конкретному человеку в конкретной ситуации. Дальше идет платье из хлопка с вышивкой. И платье скроено таким образом, чтобы была возможность показать узор как можно полнее, чтобы рисунок минимально был разрезан. Конструктивно это платье тоже не сложное, однако есть и интересные моменты здесь. Это длинный рукав снизу со сборкой и горловина, по которой есть кулиска со шнурком. Таким образом вырез горловины можно регулировать при необходимости и платье не будет терять вид. Плечо здесь все равно такое вот мягкое, спущенное и линия талии не имеет четкой позиции. Она может подниматься, опускаться за счет стягивания шнурка по горловине, но платье из-за этого не перекосит. Это очень летняя и даже пляжная модель, я бы сказала. В нем хорошо защищены руки и плечи от обгорания, а при желании можно добавить ярусы и ноги от солнца тем самым тоже прикрыть. Мы с вами в том году, помните, обсуждали в телеграм этот момент и пришли к выводу, что лучше всего от солнца защищает темно-синий цвет ткани. Ну это так, к сведению может кому пригодится. Дальше идет футболка с завязками, можно сшить просто футболку, а можно сшить вот такую футболку с актуальным элементом в виде завязок. Плечо здесь спущенное, короткий рукав, длина футболки до середины бедра, а сшита здесь эта модель из смеси на вискозы. По-моему на лето это самая удачная смесь, в которой не жарко. Следующая модель это топ на одно плечо. Здесь мало того, что он на одно плечо, так еще и есть разрез в этом плече. Получается актуальная, очень летняя модель топа. И здесь тоже две точки сложности, то есть как мы с вами уже выяснили, это коллекция с несложным пошивом. Конструкции на одно плечо в большом количестве представлены на подиумах в актуальных показах. При желании на основе этой выкройки можно сшить и платье, добавив ярусы, валаны. Как сейчас все это модно. Вот как например вот здесь валаны, ярусы я имею ввиду. Так, дальше у нас идет как раз таки вот это платье. И похоже это последняя модель этой коллекции. Это платье без рукавов из жаккарда. Платье простого кроя, хотя здесь и три точки сложности. Это похоже самое сложное платье в этой подборке. Думаю это из-за того, что лиф на подкладке. Я уже смотрела все эти технические рисунки, поэтому примерно понимаю о чем говорю. По полочке и спинке рельефные швы. В среднем шве спинки молния. Отрезное по линии талии платья и ярусы по юбке. Ну и конечно украшения в виде вот этих рюши по плечам. В целом если не нравятся рюши по плечам, можно их и не пришивать. Однако валаны, оборки, рюши в большом количестве присутствуют в актуальных коллекциях. Поэтому это сейчас в моде. Да и ярусы в принципе тоже. И в целом такие платья, где верх подчеркнут. А юбка со сборкой. Юбка вот такая пышная. Тоже актуальны. Дальше рубрика с креативом на пляжную тему. Здесь рассказывают как сшить пляжную сумку, полотенце и пончо. Запуталась я в этих страничках. Так, пончо тут да. Все это можно сшить прям по инструкции. Следующая коллекция посвящается всем оттенкам красного. Некоторые из этих моделей я видела вживую. И вам их тоже покажу. По секрету. Например, вот это платье из вискозы. Правда я снимала сбоку. Ну иногда и сбоку тоже надо посмотреть. Это я была на мероприятии от Бурды. И там можно было снимать все, что происходило. Поэтому буду показывать вам все видео фотографии без оглядки. Конструктивно довольно простое платье. Однако для лета это отличный вариант. В нем не жарко, потому что оно воздушное и не прилегает к телу. Но и талия при этом подчеркнута резинкой в кулиске. По плечам защипы вместо нагрудных выточек. И рукава крылышки со сборкой пуакат. Вот такая вот активность по рукавам. Сейчас приветствуется, популяризируется. Ну и выглядит в принципе это все красиво и женственно. Далее мы видим блузу из вискозной смеси нежно-розового оттенка. Его тоже отнесли к оттенкам красного. Сомнительно конечно, но тут не поспоришь. Блуза прямого кроя. Вытачки по грудице. Накройный рукав. Манжеты по рукавам. Все. Я что-то разогналась. Да, все. Это по-моему основа платья с пайетками тут взята. Вот этого. Да? Сейчас где оно? Да. Точно. То есть платье и вот эта блуза, они созданы на основе одной выкройки. Думаю, на эту модель можно и трикотаж брать. Эта модель подойдет тем, кто хочет добавить скандинавской минималистичности в свой гардероб. Она такая прям молчаливая-молчаливая. Рядом еще одна футболка с завязками с красным уклоном уже. Здесь все то же самое, как и в предыдущем варианте. Завязок в этом сезоне много не бывает. На подиуме их пруд-пруди, а значит и футболок можно нашить несколько разных цветов. Почему нет? Так, а тут у нас комбинезон из шелка бордово-ягодного, такого яркого цвета. Он опять несложный в пошиве. Посмотрите, как тут много легких в пошиве моделей. Летом ведь получается, что некогда сидеть за машинкой, всяких дел много на улице. А обновки все равно нужны и нужны прям вчера. У комбинезона здесь есть кулиска по талии, карманы в боковых швах, открытые плечи. Все удобно, функционально, за исключением, что это комбинезон. Вот как ни крути, в использовании он все равно сложнее платит, такого же кроя, к примеру. Но это особый вид одежды, иногда можно и комбинезон надеть и немного потерпеть эти неудобства. Он выглядит прям шикарно. Вообще комбинезон любой выглядит прям шикарно. Далее идет свободное платье из твила. Оно отрезное по линии талии, однако совсем не приталено и не сковывает движение. В таком платье не нужно экстра держать осанку или живот втягивать. Можно быть собой и не париться, что там у тебя вылазит или выпячивается. У платья имеются рельефные швы. Оно без рукавов и по горловине есть молния в среднем шве полочки. Можно назвать его свободным платьем-футляр, наверное. На фоне повсеместной приталенности такие платья тоже занимают свою позицию. Это такая отсылка на 60-е. Рядом блуза из шифона. Конструктивно она очень простая, однако за счет того, что это шифон, пошив может усложняться. Это, естественно, потому что обработка шифона требует большей внимательности и навыков. Эта блуза имеет основу выкройки, по которой сшита блуза Кармен, как вы помните. И у меня есть видео о том, как она выглядит в жизни, на человеке, в движении. Мне удалось заснять такой момент на шоу, который устраивала Бурда, как я раньше упоминала. Дальше идут широкие яркие брюки на широком формирующем талию, поясе и за льна. Брюки Марлен. Тоже видео сразу покажу. Вообще, это базовая выкройка. Она без излишек. Тут речь вот только о брюках, без всяких карманов, без всяких дополнительных деталей. Широкий приточной пояс, боковые карманы с подкрайным бочком, молния с гульфиком, сзади выточки, приточной пояс и заутюженные стрелки. Все. Нюансов в пошиве нет. Просто брать свой размер и шить. Про посадку, конечно, не буду рассуждать. Тут все индивидуально. На меня брюки из Бурды не садятся и в паху. У меня получается нечто особенное. Приходится экстра сажать брюки на себя. Так, ну а про актуальность быстро еще скажу. В принципе, широкие брюки актуальны. Они, собственно, и не выходили из моды. Такой крой брюк с нами давно и абсолютно не сдает свои позиции. Следующая страница нам открывает пример того, как может выглядеть футболка с узлом на груди. Хотя эта фотография не совсем развернута и понятно это делает. И у меня в этом отношении есть, конечно, претензии к фотографу и вообще к редакторам. Почему мне не видно модель, которую они показывают. Будем тогда говорить про актуальность по техническому рисунку. Акценты в виде узлов и драпировок мы встречаем часто. Поэтому эта модель будет летом, кстати. И есть мастер-класс по пошиву этой футболки в этом журнале. Рядом топ из пике с эластаном. Хотя на эту модель можно брать любую удобную ткань. Выкройка сконструирована так, что модель плотно облегает тело, уподобляясь корсажу. Здесь в журнале не очень хорошо видно все эти выточки на готовом изделии. Но все на том же шоу от Бурды было это изделие. Я сейчас вам его показываю. Как в жизни может выглядеть эта модель. Как хорошо просматриваются все эти швы при обычном дневном освещении. И насколько они играют на модели. И как могут геометрически отражаться на теле. Кстати, по этой выкройке вполне можно сшить и платье. Добавив юбку, Татьянку, например. Так, я тут еще чуть юбку не пропустила из натуральной замши. Юбку я тоже видела вживую. Правда на манекене. И мое фото тоже не сильно отличается информативностью. От фотографий в журнале я не знала, что из того будет в выпуске. Поэтому сфотографировала, как было. И не стала рассматривать отдельно эти две модели. Там вот футболку вы видите, да, блузу и юбку. Это юбка-карандаш. Сзади у нее выточки. Молния в среднем шве сзади и шлица. А спереди талевые выточки, как мы видим, заложены в швы стачивания. Вот этих асимметричных деталей. Интересный элемент, который и делает юбку-карандаш менее скучной в данном случае. Далее уже полюбившаяся рубрика с примерами сочетания изделий из журнала с вещами из магазина. Интересно подобраны цвета. Вот тут вот, например. Это для меня необычно, хотя никакого противостояния не вызывает. А, ну так тут же простая математика. Если красный прибавить к синему, получается фиолетовый. Поэтому эти три цвета и сочетаются. И не вызывают отторжения. Дальше здесь еще идет мастер-класс по пошиву той самой футболки с узлом на груди. Так. И в отдельную рубрику поместили купальник. Вот он вот здесь. Опять тут перекрученная драпировка по груди, что добавляет изюма. Все очень хорошо закрыто. Я имею ввиду вырезы по бедрам. Тут и спереди, и сзади все комфортно. Комфортно нет вот этих странных вот таких вырезов до талии. Осталось найти все подходящие материалы для пошива и сшить уже себе купальник. Я еще не сшила. Кто сшил? Рассказывайте. Следующая коллекция включает в себя тренд на морскую палитру. Что тут еще написано? Все оттенки и отблески моря и все вообще, что с этим морем связано. Первая модель этой коллекции это футболка с перекрученным лифом. И вот тут уже можно получше рассмотреть эту модель и понять, что нужен материал, способный мягко улечься вот в этот самый узел, но при этом не сильно мяться. Иначе будет просто здесь пожемканная вот такая тряпочка. Думаю, без полиэстера в составе не обойтись. Дальше идет платье, которое было в красном цвете. Теперь оно темно-синее с разводами из вискозы с люрексом. То есть оно еще и блестит. И юбка на этом развороте тоже нам уже знакома. Вот здесь она. Вот здесь. Сшита эта юбка из искусственной кожи. На лето, конечно, сомнительно, но это еще смотря какое у кого лето. И здесь можно получше рассмотреть, как выглядят эти асимметричные швы на юбке. Здесь все-таки более хорошо их было видно. Здесь дальше мы видим комбинезон уже с более открытой спиной, нежели у предыдущего варианта комбинезона. И в пошиве этот комбинезон чуть усложнился. А рядом жакет с обложкой глубокого синего, темно-синего цвета из материала с саржевым плетением. Видимо, это твил по-русски. Это как раз тот самый кутюрный элемент одежды. Если нужно или хочется подчеркнуть индивидуальность, как-то выделиться, то это идеальный вариант в таком случае. В пошиве он не сильно сложный, но конструктивно он, конечно, замысловатый. Будет интересно собирать вот эти все детали, стыковать метки. Это конструкция для тех, кто любит получать удовольствие от процесса. Дальше идет шикарное вечернее платье из материала с пайетками. Очень лаконичное, достаточно сдержанное, без лишних наворотов. Похожие силуэты в очень большом количестве присутствуют на подиумах в актуальных показах. И это довольно ходовой и используемый вариант вечернего платья. Наверное, потому что в нем удобнее всего вот эти всевозможные пышные, либо сложные платья с какими-либо сложными элементами более притязательны в их использовании. Когда носишь, нужно как-то себя вести по-особенному. В отличие от простого длинного прямого платья в пол. Здесь и сесть можно, и встать, и вообще не париться, как оно там ложится. Конструктивно платье не сложное. Оно без рукавов, вырез лодочка по горловине, на грудной выточке, отрезное по линии талии и по талии сборка. А от талии идет имитация запаха. Сзади есть талиевые выточки и молния в среднем шве спинки. Такое вот оно, незамысловатое, но при этом с изюмом. Рядом топ с вырезом, капля по горловине спереди и сзади, и с хлопком. Также без рукавов, есть французские выточки и баска. Я увидела в этой выкройке платье. Если вот эту баску продолжить, то можно сшить и мини платье. Хотя и не только мини, тут у кого какие запросы. Хотя и баски тоже актуальны в этом сезоне. Почему бы не сшить этот топ? Дальше идет воздушное нежное платье из тофты, напоминающее зефирку. Вверх здесь с рельефными швами, оно без рукавов. Сзади молния, ну и оборки по юбке. Одна из которых тот самый баллон, что добавляет еще большей воздушности, еще большей зефирности. Ткани здесь нужны вот такие, чтобы могли держать форму, иначе этот баллон повиснет тряпочкой и весь этот эффект воздушности исключит. Рядом объемная туника из тонкого вязаного полотна, которую можно использовать в создании расслабленных кэжуальных образов. Конструктивно тут все просто и понятно. Ну и в пошиве она в принципе проста. Гораздо интереснее следующая модель платья из вискозы. С первого взгляда сразу и не понять, что это вот такая за конструкция. Но сразу видно трендовый перехлест по горловине, открытые плечи. Сейчас все это актуально. Здесь и выточки по груди есть. Спина очень открытая. Прям летнее-летнее платье по спинке молния и почти прямая юбка на небольшой сборке по талии. Вроде и простое, но при этом интересное летнее платье. И завершает коллекцию платье-футляр на бретелях из шитья на подкладке. Подобную конструкцию лифа мы с вами уже точно встречали. Если кто помнит, где и когда, напишите в каких выпусках это было. Отрезное по линии талии это платье. С юбкой карандаш. Сзади шлица и молния. А вырез вот такой вот сердечком. Это тоже дать трендам. Хотя попробуйте рассказать, что сейчас не модно. Все по чуть-чуть в том или ином количестве, в таком или ином виде. Все равно присутствует в коллекциях. Здесь дальше идет мастер-класс по пошиву комбинезона. И здесь можно рассмотреть немного детали модели. А, нет. Здесь не детали. Здесь советы, что использовать при пошиве тех или иных моделей. О, тут еще одна выкройка есть. Я уже настроилась на завершение. Это модель швейного кителя. Швейный китель с обилием карманов для швейных принадлежностей. Я думаю, его можно использовать и как китель для огорода, и для ремонта. По словам, везде, где нужны постоянно разные инструменты под рукой. Так, ну и анонс на июль. Похоже, тут будут опять мужские выкройки. Вот здесь мы видим мужчину. Или одна выкройка. И что-то для детей. А так больше ничего примечательного. Я что-то здесь не замечаю для себя. В общем, этот выпуск я, наверное, оценю прямо на десятку из десяти. Здесь обилие каких-то классных летних платьев. Даже купальник есть. Короче, мне все тут нравится. И есть вечернее платье. Словом, достойный выпуск. Я была рада вместе с вами полистать журнал. Спасибо, что провели время вместе со мной. И увидимся в других моих видео. До новых встреч. Пока.